Сделать карьеру в качестве концертирующего пианиста стремится множество музыкантов. Те из них, у кого это получилось, оставим в стороне их потрясающую технику и умение действительно играть на инструменте. Успех сопутствует тем из них, кто способен увлечь аудиторию. Шопен. Полонес ля бемоль мажор героический. Исполняет Артур Рубинштейн. Запись 1953 года. Исполняет Артур Рубинштейн. Артур Рубинштейн родился в Польше в 1886 году и продолжал концертировать почти ста годами позже. Бон Виван, чувствующий себя как дома и в богатых и знаменитых салонах и на концертных сценах, Рубинштейн отчасти придерживался ушедшей традиции, как он сам говорил, не романтизма, а крайней эмоциональности. С самого начала его карьеры критики отмечали как благородство и величавость его игры, так и разнообразие репертуара. От Баха до Альбениса и де Фарьи. Но популярность у публики он завоевал благодаря своей любви к выступлениям. В год своего 90-летия он объявил перед концертом, что он самый счастливый человек из всех, кого он встречал. Я абсолютно уверен, что когда мы играем перед публикой, кроме звуков, есть еще что-то исходящее от нас. Именно это заставляет людей приходить на концерты, вместо того, чтобы спокойно сидеть дома в тапочках и слушать граммофон. В этом вся разница. На концерте есть личность и есть антенна. Я иногда чувствую среди публики одного единственного человека. Не важно, старик ли это, девушка, женщина или мужчина. Не важен ни пол, ни возраст. Но я внезапно ощущаю, что там сидит человек, который слышит меня лучше всех, который все понимает. Это мне очень помогает, потому что я обращаюсь именно к нему. В том, как он исполнял музыку, была какая-то основательность. Основательность, как бы хребет, рассказывает пианист и дирижер Даниэль Баренбойн. На мой взгляд, здоровье его личности определяло и здоровый характер его игры. В нем не было ничего невротического. Той связи неврастении и артистизма, что было распространено, особенно в первой половине 20 века. Другими словами, артистичность есть результат чего-то необычного, что правда, и к тому же ненормального, что неправда. Я иду на концерт всегда с легким сердцебиением, насколько я готов, как у меня получится. Но эти сомнения, они только к добру, потому что рождают новый подход. Эти чувства передаются публике, делают исполнение живым. Это сделает живым. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Продолжение следует...